Московский музыкальный театр на Басманы приехал в Крым с премьерой сразу двух оригинальных постановок. Жителям полуострова предлагают увидеть не только классическую «Капитанскую дочку» под рок-оперу Андрея Петрова, но и всей семьёй ценит сказочный детектив «Золотой цыплёнок». Декорации не громоздкие, но тщательно продуманные, сделаны специально для крымских премьер. А к ней готовились долго. При постановке «Капитанской дочки» художественный руководитель хотел отойти от военной темы и акцентировать на любовной лирике главных героев пушкинской пьесы. Для этого из сюжета были убраны все стихи на военную тематику. Это историческая какая-то, вместе с тем, правда жизни сегодняшняя, плюс интерес к тому, чтобы сделать так, чтобы это было и лаконично, и интересно, и красиво. Юрий Александрович деньги не жалеет, чтобы это было и красиво, и не на костюмы, не на декорации. Ещё одной особенностью спектакля стала музыка, которую использовали постановщики. Классическую пьесу крымчанам покажут под рок-оперу известного российского композитора Андрея Петрова. «Капитанская дочка» до момента нашей постановки в 2012 году, вот, впервые была показана в Бостоне, потом её сыграл Петербургский театр рок-опера. И у них тоже она прошла какое-то время, но у нас этот спектакль идёт в своей совершенно аранжировке, и это гораздо больше похоже на рок-оперу. Премьера постановок запланирована на 14 и 15 апреля в Музыкальном академическом театре. Оба спектакля рассчитаны на зрителей всех возрастов. После Симферополя игру московской труппы покажут и в Севастополе. Александра Корнович, Алексей Романов. Время новостей. Продолжение следует...